Азербайджан 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 Никто, даже Армения, не признала независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права? Что Азербайджан возвращал территории, которые он, да и все мировое сообщество считал азербайджанской территорией. Но и в этой связи он имел право выбрать любого союзника, кто оказывает ему в этом известную помощь, сказал Путин. Он также подчеркнул, что Азербайджан – это независимое суверенное государство и вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же ему может в этом сказать, сказал президент России. Владимир Путин подчеркнул, что в октябре в ходе переговоров убедил Ильхам Алиева прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с условием возвращения беженцев в город Шушу. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против. Тогда вооруженные силы Азербайджана вернули себе южную часть Карабаха. В целом мне удалось убедить президента Азербайджана в том, что можно прекратить боевые действия. Но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в Шушу. Но неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо, пояснил Путин. По мнению президента России, отказ Армении от нынешнего достигнутого соглашения по Карабаху был бы для этой страны самоубийством. Это было бы самоубийством. Пемьеру Пашиняну, конечно, было тяжело, но он обрисовал истинную картину и положение дел так, как оно было на момент подписания нашего трехстороннего заявления. И так, как оно есть сегодня. Мне добавить нечего. Он сказал всю правду, сказал Путин. При этом Путин отметил, что дело каждой страны соблюдать или не соблюдать договоренности, но и не исполнить обязательства было бы огромной ошибкой. Президент России Владимир Путин также считает, что войны в Карабахе удалось бы избежать, если бы были приняты предложения по урегулированию ситуации, выработанные еще в 2013 году. В 2013 году в рамках группы Минской ОБСЕ Россия сформулировала условия, которые, на наш взгляд, и с этим, кстати говоря, все участники Минской группы, включая сопредседателей, а это, напомню, Россия, Франция и США, согласились и поддержали, отметил он. Он также напомнил о положениях, которые лежали в основе предложений, возвращение пяти контролируемых Арменией районов, а также и двух районов дополнительно, создание коридора, который соединили бы Карабах и Армению, признание статус-кво самого Карабаха, не закрепляя его окончательного статуса, возвращение беженцев с обеих сторон. На мой взгляд, это было бы решением вопроса. К сожалению, мы подходили несколько раз к окончательному решению. На мой взгляд, если бы это нам удалось, удалось бы достигнуть договоренностей войны бы не было. И я сейчас в этом абсолютно убежден, заявил Путин. Продолжение следует... ...принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов Паулин Эйзаман. Однако факт принятия парламентом такого несбалансированного и несправедливого решения, конечно же, не поможет нам установить более тесные связи. Прежде всего, учитывая то, что это решение было принято вчера, я хочу сказать, что Армения напала на нас. Мы защищались и в результате этого смогли освободить наши территории в соответствии с нормами и принципами международного права и истории. Наша борьба шла за свободу, за освобождение территории. И наша борьба завершилась большим военным и политическим успехом. Как вы знаете, 10 ноября было подписано трехстороннее заявление, положившее конец войне. Поэтому мне показалось очень странным то, что после того, как Армения сама подписала это заявление, которое означало ее капитуляцию, было принято такое решение в стране, далекой от нашего региона. Как вы, наверное, знаете, это заявление поддержали страны региона. Все наши соседи поддержали это заявление. Двое наших соседей, Россия и Турция, примут участие в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян. Поэтому, думаю, было бы справедливо, если бы вы были не на правосположенной стороне, а на нашей стороне, подчеркнул Ильхам Алиев. Москва рассчитывает, что отказ Баку обсуждать особый статус Нагорного Карабаха не спровоцирует новую волну конфликта в этом регионе. Как передает Канал 13, об этом сообщил журналистом замглавы российского МИД Андрей Руденко. «Мы рассчитываем, что это не приведет к новой волне», – сказал Руденко. На вопрос, существуют ли какие-то примерные сроки решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха, дипломат ответил отрицательно. «Нет, сроков нет», – сказал Руденко, добавив, что вопрос о статусе является очень чувствительным. Замглавы российского МИД также ответил, что Москва рассчитывает, что происходящие в Армении протесты не приведут к дестабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и не будут угрожать выполнению пунктов соглашения лидеров трех стран по региону. Он также, отвечая на вопрос ТАСС о том, влияет ли одобрение парламентом Турции указа, предусматривающего отправку турецких войск в Азербайджан на трехсторонние договоренности России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, отметил, что возможная отправка Турции своих военных в Азербайджан является суверенным решением Анкары. Нет, это ее суверенное решение, которое, видимо, связано с участием турецких военных в Советском миротворческом центре с российскими военнослужащими, которые будут заниматься техническим отслеживанием ситуации, связанной с реализацией соглашений, сказал Руденко. Напомню, что накануне парламент Турции одобрил президентский указ, предусматривающий отправку военнослужащих вооруженных сил Турции в Азербайджан сроком на один год. Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24» также сказал, что Баку сам определит, где будет располагаться совместный мониторинговый центр. Очевидно, что это будет на суверенной территории Азербайджана, и Азербайджан вправе принять решение самостоятельно, где он посчитает целесообразным его разместить, подчеркнул российский лидер. Ильхам Алиев стал наиболее успешным и влиятельным лидером Южного Кавказа за все постсоветские 30 лет. Как передает канал 13, об этом заявил в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» известный российский режиссер, народный артист России, гендиректор мосфильма Карен Шахназаров. Он отметил, что усиление позиции Азербайджана на Южном Кавказе позволяет президенту Ильхаму Алиеву всерьез претендовать на роль политического лидера всего региона. Как предположил Карен Шахназаров, для достижения этой цели у него есть и деньги, и ресурсы, а теперь и военные возможности. Ильхам Алиев – политик умный, с хорошей школой. Южный Кавказ нуждается сейчас в неком региональном единстве. А кто сегодня может претендовать на то, чтобы быть в этом региональном единстве лидером? Господин Алиев с Азербайджаном, который выиграл войну, у которого есть нефть, есть деньги, сказал Карен Шахназаров. Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на 4 миллиона, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Об этом, как передает канал «Альтернации», сообщает Всемирная организация здравоохранения ВОЗ. По данным ВОЗ, с 8 по 15 ноября в мире зарегистрировано 3 миллиона 977 тысяч 223 новых случаев заражения и 59 тысяч 699 летальных исходов. Оба показателя существенно увеличились по сравнению с предыдущими семью днями, когда было выявлено 3 миллиона 695 тысяч 495 новых заболевших, а умерли 54 тысяч 835 человек. Хотя регион Европы продолжает сообщать о самом большом числе заболевших – 46%, на минувшей неделе оно снизилось на 10% по сравнению с предыдущими семью днями. Вследствие усиления мер в области здравоохранения и общественных мер указали в организации. Субтитры предоставил DimaTorzok